Вексель нужно передать судебному приставу в первые пять дней после возбуждения исполнительного производства. Ну, все это работает, сто процентов. Как аннулировать эти обязательства? Самое интересное, я не сказал, как только векселя появились у судебных приставов, в течение двух недель все взыскатели забрали свои исполнительные документы. То есть исполнительные листы, судебные приказы, все исполнительные производства были аннулированы. Перевелось другое исполнительное производство. Тот же самый должник, тот говорит, так у вас мой вексель, его же не забрали, отдайте им. И это исполнительное производство также закрылось. То есть вексель опять остался у судебных приставов. Универсальный вексель. Мой второй вексель, его тоже арестовали уже, но сделали уже это очень быстро. Ну вот как-то так работает, то есть это не единичный случай. Разработанная достаточно давно схема с векселями, Этим векселями закрывают долги у судебных приставов. В Москве, допустим, закрывались кредиты там и под 10 миллионов. Вексель, в первую очередь, он построен на доверии. Оценщиков приглашают, бывает вообще там каких-то левых. И тут открывается достаточно интересная схема. Наполнение уставного фонда векселями. Приставы будут всячески уверять, что они не обязаны у вас принимать вексель. Схема выписки векселя через нотариуса. Ограничений по выпуску векселей у любого лица нет. Имущество должника должно быть арестовано. Ценные бумаги это имущество. Приставам дана команда векселя не принимать под любым предлогом. Вот не принимайте все. Сначала наложить арест, оценить. То есть практический опыт. Я знаю, как выписывать векселя. Я знаю, как их передавать. Раз векселя не арестованы, значит, они похищены. У меня, значит, одно исполнительное производство было дважды отменено. Векселя, в принципе, арестовываются. И исполнительное производство закрывается. Векселя можно засылать кому угодно. На любой стадии. Исполнительное производство это просто исчезло. Про векселя бездокументарные. Здесь есть слово вексель. Но самое главное, что они бездокументарные. Они не на бумаге. Если они тебе выписывают вексель на миллион, ты можешь им тоже вексель на миллион выслать. И каждый останется при своем. Билеты Банка России, это векселя. Приставов нужно учить. Закрыто у меня это дело. Нету его в ФССП. Все закрыто. Ура, ура, ура. Дмитрий, добрый день. День, вчера так и не успела я доехать, тебе отправить. Отправляю сегодня. Вот все, как последовательно приходило. Еще вот там в акте о оценке имущества, да, там не хватает первой, второй, третий и шестой страницы. Короче, я об этом и в прокуратуру, в генеральную писала, и в местную прокуратуру. То есть отправляла пять, что ли, по-моему, писем и следственный комитет. В общем, и они сразу же мне прислали, как только я везде разослала, они прислали вот предложение взыскателю вот эту. И опять-таки здесь пятидневный срок указать. И опять, вот смотри, это было 2 октября. Сейчас уже 27 октября, и опять ни слуху, от них ни духу. Буду опять жалобу писать. Почему они не предоставляют? Или вексель мне возвращают, или там закрывают исполнительное производство, что они там должны сделать. Да, и, кстати, мой второй вексель, я тебе сейчас пришлю по второму векселю. Его тоже арестовали уже, но сделали уже это очень быстро. Но сейчас буду писать жалобу, почему оценка еще не произведена. А еще одной девочке я делала тоже вексель. Она его отправляла, и у нее очень быстро, то есть сразу же пришло ей, ну, видимо, уже поняли, откуда ветер дует. Значит, и ей сразу же прислали, что арестовано имущество, и уже прислали, что на оценку отправлено. Ну, вот как-то так, ну, работает. Но до конца еще, вот, я смотрю всегда, у меня исполнительное производство не закрыто. Вот, но они всегда с этим тянут. Поэтому вот жалобу буду писать. Если тебе нужно, я тебе еще по второму исполнительному производству могу то же самое тебе прислать. Что, то есть, это не единичный случай, скажем так. Если нужно, будет еще подтверждение. Ну, я вот говорю у девочки моей, которой я помогаю тоже, но она даже не от кооператива Вексель выпускала. Она, мы попробовали, она просто выпустила от себя. Вот, и у нее тоже по кредиту, у нее тоже арестовали, и уже сообщили, что на оценку отправили. Ну, хочу поделиться новостью. Закрыто у меня это дело, нету его в ФССП. Сейчас зашла, а у меня два. Я посмотрела, а это вообще не те. Представляешь, все закрыто. Ура, ура, ура. По какой статье закрыли, еще не знаю, потому что я зашла на сайт ФССП, и уже у меня нету этого, этого долга. То есть, этой записи нет, просто она исчезла. Буду писать жалобу, поручение, чтобы мне все это объяснили, потому что постановление, которое самое последнее, которое о принудительном, то есть, они предлагают банку забрать бумагу, мой вексель, в счет погашения долга. И там написано, если они ее не принимают, то эта бумага, и если там сумма превышает, то эта бумага может пойти в счет погашения других долгов, если таковые имеются. То есть, предоставлены могут быть другим взыскателям. Поэтому у меня там еще два. кредита, но я на них уже тоже отправляла векселя. И поэтому пока ни документов, вообще ничего нет, что там произошло, почему закрыли, по какой статье, или же предложили еще куда-то этот вексель, ну, допустим, Сбербанк, вот тут была Почта-банк. Я не знаю, понятно, сказала я или нет. Короче, буду писать на старшего этого ФССПшника, чтобы мне предоставили документы. Так, давай, рассказывай. Ну, во-первых, с векселями мы работаем уже, скажем так, с весны прошлого года, достаточно активно. То есть, ну, в принципе, как любые процессы, они такие волновые, да? Когда появляется новое осознание, новые какие-то знания, появляются уже какие-то новые возможности. Я могу сделать ссылку тут, скажем, на канал наш, где, вот, в частности, я рассказываю, там, в том числе и про работу с векселями. Кто не сможет? Канал называется «Верещаги». Там вставка как раз «Верещагина» о том, что задержал его обидно. Такое, в принципе, вот. И там видео я свое размещаю о том, что как раз вот именно практический опыт по взаимодействию и с ЖКХ, и с полицией, и с кредитными организациями, и с приставами обязательно. То есть, что по векселям? Ну, во-первых, нужно четко понимать, что вот на данный момент, последний где-то, наверное, месяцев 9 точно, может быть, даже чуть больше, это было запущено, мы вот этот период называем в буквальном смысле векселебесием. Вот то, что сейчас многие называют векселями, на самом деле векселями не являются. Да, это могут быть некие ценные бумаги или основания для ценных бумаг, да, но не векселя. То есть, кто бы что бы там ни говорил, но вексельное обращение, оно достаточно четко прописано в документах, да, и вексель должен иметь достаточно четкие, назовем так, вексельные метки, то, что вот принято называть. И одна из этих вексельных меток, опять же, кто бы что бы ни говорил, это все-таки слово вексель должно звучать именно на том языке, на котором выписан вексель. Или, скажем так, на той территории, где этот вексель выпущен. Ну, я говорю сейчас, скажем так, классический вариант. Кто-то может не согласиться, кто-то считает это иначе. Я спорить по этому поводу не буду. Я говорю о том, что есть. То есть, с чем мы работаем. Разработанная достаточно давно схема с векселями, это когда векселя там или выписываются своим кооперативом или потребительским обществом, да? Или же у кого-то эти векселя выкупаются там за 10, 15, 20 процентов от стоимости векселя. И этими векселями закрывают долги у судебных приставов. Эта практика достаточно известная. Некоторые кооперативы на этом достаточно серьезно зарабатывают. Это даже не скрывается. Потому что с помощью векселей я отслеживаю, в том числе, судебную практику, да? В Москве, допустим, закрывались кредиты там и под 10 миллионов. Соответственно, причем вот там иногда доходило до анекдота, что когда пристав видит, что вексель на 10 миллионов пришел, с одной стороны, ему бы это все принять и порадоваться, и получить премию. Но так как они находятся в определенном, а правильнее сказать, в очень определенном сговоре с теми, кто себя считает представителями кредитных организаций, они их уведомляют о том, что вам пришел вексель, тебе говорят, нам вексель не нужен, отошли-ка ты его назад. И вот один такой случай, вексель был отослан назад тому, кто, ну, в дружнику. Он пришел назад в дружнику, тот видит, что вексель на почте, потому что это можно достаточно легко отследить, откуда письмо пришло, и получать не стал. Вексель вернулся обратно к судебному приставу и потерялся. Соответственно, если исходить по законодательству, то по-любому должник должен был остаться уже, скажем так, с закрытым исполнительным производством. Ущерб из-за потери векселя должен был понести кто-то из судебных приставов, скажем так, или тот, кто получал эту корреспонденцию, или еще как-то. Но с учетом того, что я знаю, на тот момент, видимо, судебные приставы договорились и с кооперативом, чей был вексель, и договорились с дружником, и просто по суду признали, что вексель потерян, что за дружником есть право получить новый вексель на эту же сумму, а там сумма была что-то около 8 миллионов. И, соответственно, ну, видимо, в качестве компенсации, наверное, и закрыли, в том числе, исполнительные производства. То есть вот такие ситуации достаточно практичные, не единичные, ну, очень часто бывают. Поэтому есть вопросы? Такую практику ты знаешь, не знаешь? Есть вопросы, практику знаю, слышал, кое-что тестировали. У меня вопросы про слово вексель. В русском языке аналоги какие есть? Слово вексель? На самом деле используется слово вексель без всяких аналогов. В русском языке здесь у нас вексель. Вот, ну, говори. А вот то, что Топорков и другие люди говорят, что синонимы слова чек является вексель. Это как? Ну, это их личное мнение. Не более того. То есть однозначно пишется там простой, либо переводной вексель, да, со словом вексель? Или трата, если это переводной вексель. Причем желательно, что все-таки это было в заголовке. То, что многие говорят о том, что вот там можно спрятать слово трата где-то в середине текста. Ну, скажем так, это противоречит самому подходу к векселю, да. Потому что все-таки вексель, в первую очередь, он построен на доверии. Я почему и говорю, что сейчас есть некая вексель эмиссия, да. И в том числе оно направлено на то, чтобы извратить сам принцип доверия от человека к человеку. Потому что вексель, он появился в результате не того, что перестало быть доверие, да, а в результате того, что некой эволюции, что люди стали больше предшествовать. Ведь, по сути-то, сделки заключались без бумаг. Еще возьмем вот совсем недавние, скажем там, пару сотен лет назад, купеческие, да, где там слово купца, оно было достаточно сильным и прочным. И этого достаточно было, чтобы заключить сделку. Вот вексель – это некое продолжение вот этих бездокументарных, назовем так, сделок, если их можно так обозначить. Или договоров, если правильно. А подскажи, слово какое? Сказанное один на один или в присутствии двух очевидцев? Обязательно. Ну, насколько я знаю, насколько я изучал купеческую тему, да, у нас в Нижнем Новгороде достаточно серьезная была купеческая рода, правильно сказать, да, и они очень многое сделали, в том числе и до города, в том числе и один на один. Если это делалось при свидетелях, ну, я думаю, это просто, ну, не являлось таким обязательным. Ну, опять же, насколько я вот изучал купеческую тему по тем источникам, которые сейчас есть в доступе. Я имею в виду правоприемность, то есть перевод с устного векселя на письменный вексель. В письменном векселе это условие обязательное или нет? То есть векселем можно между двумя людьми, ну, то есть долговую расписку, так называемую, под названием вексель уже, то есть по вексельному праву, она пишется достаточно двух людей, две стороны, или обязательно нужно очевидцев приглашать, кто заверит вексель? Нет, вексель, есть векселедатель, есть векселедержатель. Вексель вообще может быть выписан на предъявителя. То есть фактически единственное лицо, а вексель выписывается обязательно лицом, то есть единственное лицо может выписать вексель, допустим, там, грубо говоря, на 100 тысяч до предъявителя, и пошел выискать векселедержателя. То есть, пожалуйста, нашел, встало их двое. Если векселедержатель передал по интерсамитной надписи кому-то третьему, встало их трое. Если он сделал оговорку, чтобы не быть плательщиком по этому векселю, первый вексельный держатель, то их снова стало двое. Ну, Энду в платежных отношениях, да? Если же он оговорку не сделал, то их осталось трое. Понятно, о чем говорю, да? Или раскрывать тему. Понятно, понятно. То есть, и там количество, чем больше количество индосаментов, тем считается более надежный вексель. То есть, если их хотя бы пять, то этот вексель, как правило, уже оценивается по номиналу. То есть, если у векселя, допустим, нет индосаментов, и если кто вексельный держатель решил его продать, то, как правило, он продается уже с таким серьезным дисконтом, за исключением, если вексельный дател имеет очень хорошую репутацию, и, соответственно, его векселя ценятся высоко. То есть, здесь вот это нужно понимать. То есть, есть репутация, есть индосаменты, которые увеличивают, скажем так, стоимость векселя, приближают ее к номиналу, вот так правильнее скажем. По этому принципу, вот вернуться, если на сегодняшнее, скажем, ну, то, что сейчас происходит, да, на территории Российской Федерации, то есть, вот судебные приставы векселя уценят, там, процентов на 30, на 40 полученные. То есть, если им пришел вексель, там, на 1 миллион, то считают, что долг можно закрыть в пределах 600 тысяч. Ну, если повезет, может быть, 700. Там, в зависимости от их инструкций. Причем все это делается достаточно, как-то так, односторонне. Оценщиков приглашают, бывает, вообще, там, каких-то левых. По большому счету, все это можно даже, там, через суды, и, скажем, и цену увеличивать. Ну, это требует определенных усилий, настойчивости. И, соответственно, там, если это суды, то и знание, что нужно и как нужно. Ну, вот у меня возник вопрос о оценке векселей. Здесь есть еще вопросы? Да, да, да. Вот оценка векселей экспертами. Как происходит? Меня интересует экспертная оценка векселей, как это происходит. Вот, насколько мне известно, как с имуществом происходит автомобиль. Допустим, автомобиль стоит миллион, они его изымают в счет долгов, а нанимают своих экспертов и оценивают не в миллион, а в 200 тысяч, допустим, или в 100 вообще, и вот на эту сумму закрывают долги. Люди как выходят из этой ситуации? Они нанимают своих экспертов, там, одного, двух, там, троих иногда, и оценивают независимо. И, то есть, там, один, там, в 900 оценил, другой в миллион, третий, там, в миллион 100. Соответственно, средняя цена – миллион. И предъявляют суду и доказывают, что, ну, на самом деле, они должны были как минимум миллион это погасить. С векселями такая же штука происходит? Смотрите, ситуация какая, вот сначала по поводу того, что ты сказал, по поводу независимых экспертов. Суд может не принять независимую экспертизу, особенно если судья заинтересован, так же, как судебный пристав, чтобы машину оценили в 200 тысяч. Его заинтересованность проявляется в вполне конкретных цифрах. Я так предполагаю, что есть определенные таксы на это. Это относительно независимая экспертиза. С векселями там происходит немножко по-другому. Там берется баланс организации, выдавшей вексель, берется, соответственно, в учет деятельности этой организации. Как правило, векселя – это все-таки выписанные потребительскими кооперативами или потребительскими обществами, у которых на балансе действительно могут быть отражены достаточно серьезные финансы. Причем отражается это достаточно легко. Те, кто знает, что такое кооператив и всякие его фонды, паи и прочее, тут это не так тяжело. Кто не знает, этому можно научиться. Это не трудно. То есть, когда вот эти документы получаются от векселя дателя, а векселя дателем может быть, в принципе, любой лицо, как я уже сказал, ну, чаще всего это потребительский кооператив, то оценщик, естественно, он свой, он дает не какую оценку. Там, как правило, оценка минус 40%. То есть, вот, скажем так, к бабушке там не ходи за советом, а если хочешь закрыть долг на миллион, то нужно приобретать вексель на полтора. Ну, на миллион четыреста точно. Или где-то находить его. А его можно выписать же самому? Конечно. И тут открывается достаточно интересная схема. Опять же, приставы будут всячески уверять, что они не обязаны воспринимать вексель. Вот, чуть, сейчас вот я договорил, я расскажу собственный, прям вот, свежий случай взаимодействия свое с приставами нашей Нижегородской области, в том числе с начальством. Это просто вот, это как анекдот. Я рассказываю, ограничений по выпуску векселей у любого лица нет. Ты можешь выписать, ну, не ты, в смысле лицо, которым ты пользуешься, от этого лица можно выписать вексель хоть на миллион, хоть на десять. Кто-то, он выписывает даже там какие-то заоблачные суммы, рассказывая о том, что, типа, это так, я уже сейчас не помню, на что он там ссылается, но не суть. Вексель можно выписать, но есть один нюанс. Там есть хитрый заход вот в этом законодательстве о судебных приставах, что ценные бумаги, по идее, должны быть от кого-то получены. То есть, с одной стороны. Но, с другой стороны, также есть там статьи о том, что имущество должника должно быть арестовано. То есть, с одной стороны, ценные бумаги – это имущество, а с другой стороны, вроде как бы эти ценные бумаги, они должны быть все-таки не самого должника. И тут просто, опять же, все упирается в то, насколько ты будешь настойчивым. Насколько ты будешь, ну, не ты именно, а тот, кто этим занимается, да, насколько этот человек или, там, мужчина или женщина или еще кто-то, гражданин, то есть, насколько он будет настойчивым при взаимодействии с судебными приставами. Потому что, насколько я, опять же, вот отслеживаем мы эту практику, то есть, то, что сейчас происходит, в том числе и с судебными приставами, последние где-то месяцев 10, может быть, даже 11 приблизительно, где-то с ноября, с декабря прошлого года приставам дана команда «Викселя не принимать под любым предлогом». Вот не принимайте все. То есть, делайте, что хотите, им, видимо, было сказано, отсылайте их назад, теряйте или еще что-то, затягивайте, там, по два, по три месяца, они не могут их оценить, хотя они обязаны их оценить, там, в течение, по их же закону обязаны оценить, там, в течение 30 дней. То есть, сначала наложить арест, оценить и, соответственно, провести все процедуры. То есть, им дана команда списывать, если есть возможность, максимальное количество финансов со счетов. То есть, ну, это связано с разными событиями, в том числе, как это принято говорить, политическими, да. То есть, ну, вот это наше мнение. Теперь расскажу вот свою ситуацию, да, личную, прямо вот то, в чем я полностью участвовал, то есть, практический опыт. Я знаю, как выписывать викселя, я знаю, как их передавать. Их нужно передавать с актовой приема-передачи, хотя, казалось бы, это не очень обязательный момент, но с точки зрения гражданского кодекса, если имущество передается, то оно передается, факт приема-передачи. То есть, я специально дождался, когда будет несколько судебных производств, в том числе, открытых по отмененным судебным приказам. То есть, это прямо, вот я говорю, это анекдот. И взял, написал, сейчас я не помню, там, пять или шесть викселей, пять, по-моему, положил в конверт, сделал сопроводительное письмо к нему, соответственно, опись, и дошел до... Это я всем рекомендую, как это можно делать. То есть, дошел до нашего центрального офиса УФССП по Нижегородской области в Нижнем Новгороде и просто взял, как курьер, сам передал эти документы по акту приема-передачи. Соответственно, мне поставили подпись, что ее приняли, и входящий номер, и я благополучно стал ждать месяц. Потому что их можно теребить и раньше, но они все равно будут слад, что у них есть некие 30 дней. Но бог с ним, я не стал там по этому поводу особо заморачиваться. Я знал, куда я иду, и я знал, что я буду делать дальше. Как только 30 дней прошло, плюс я подождал еще там 7 дней на ответ по почте, хотя можно было и меньше, там, достаточно 3 дней, если все в одном городе происходит. И я начал писать то, что они называют жалобами, я это называю сообщение преступления, о том, что векселя, там сумма что-то около 650 тысяч, были УФССП похищены. То есть я прямо так и писал, что раз векселя не арестованы, значит они похищены. Значит, писал я приблизительно где-то месяца полтора-два везде, каждую неделю. Упоминал это в любом документе, куда бы я в счет там не обращался. Тогда у меня была достаточно серьезная переписка со всеми прокуратурой и судами, и я везде, и с МВД, и с Следственным комитетом. Я везде, как это значит, карфаген должен быть снесен. И я везде писал, что УФССП по Нижегородской области руководитель Марковкин Леонид Игоревич, на чье имя были отправлены векселя, векселя похищены. То есть в результате или просто, скажем так, количество этих сообщений о похищенных векселях, или же я куда-то написал, что им вставили. Это, видимо, достаточно серьезно, что они прислали письмо о том, что мы вам 11 июня, то есть я отнес им векселя 14 мая, или нет, 13 мая, а 11 июня мы типа вам ответили, что ваши векселя у нас там на хранении, закрыть вы ими ничего не можете, и, соответственно, хотите, приходите и их забирайте. На что, соответственно, они получили сразу же письмо со всеми ссылками на все законодательство о том, что векселяне обязаны арестовать. И так как этого письма я не получал, и даже в электронном виде сообщений не получал, а в электронном виде я их называю сообщениями, я начал их долбать за то, что это не что иное, как подлог документов. И то есть вот, начиная с этого письма, кроме того, что, значит, они еще и причинили мне ущерб за счет того, что векселя у них хранятся, и взыскатели мне были переданы. А самое интересное, я не сказал, как только векселя появились у судебных приставов, в течение двух недель все взыскатели забрали свои исполнительные документы. То есть исполнительные листы, судебные приказы. То есть вот их там было судебных приказов три, по-моему, и два исполнительных листа. То есть в течение двух недель все исполнительные производства были аннулированы. Единственное, что по статье 46, пункт 3, когда имущества-то нет, по-моему. То есть исполнительные производства все были закрыты. Причем, как ты понимаешь, я мог бы забрать свои векселя, то есть, соответственно, я ничего бы и не потратил. Я мог бы на этом остановиться. То есть по большому счету, вот опять же, такая рекомендация те, кто будет идти этим путем, если они вам предлагают закрыть исполнительные производства, а потом предлагают забрать векселя, возьмите, сберите. Или же векселя можно оставить у них там на хранение, если кто-то подаст. Опять им напомнить, у вас есть мое имущество, отдайте взыскателю. Ну, на данный момент я умышленно пошел дальше. То есть я стал писать о подлоге документов, потому что это и есть служебный подлог. Потом подлог одного документа, вдруг у них валились в три документа, уже три подложных документа, что становится весело. А сейчас вот из последних событий еще интереснее. У меня, значит, одно исполнительное производство было дважды отменено. То есть в июле и в августе. Разными судебными приставами. Просто оба написали постановление об отмене исполнительного производства, которое было открыто в апреле месяце. И как раз вот тогда, когда я писал уже о похищенных векселях, когда я сейчас начал писать о подложенных документах и неполученных ответах, это же исполнительное производство, сейчас вдруг по нему стали проводиться действия. То есть по закрытым исполнительным производствам стали производиться действия, опять там делаются какие-то запросы, какие-то ограничения. То есть это вот в буквальном смысле анекдот. То есть это просто какая-то эпопея. Это по принципу захотел, открыл, захотел, закрыл. захотел, начал арестовывать счета без открытия исполнительного производства. Даже вот так вот. А если, подожди, а если производство не закрыли, а приостановили? Вот вексель загнал? Нет, закрыли. В моем случае дважды его закрыли. То есть открывали один раз, а дважды закрывали прям два постановления о закрытии исполнительного производства. Нет, у меня вопрос... Нет, у меня документ. Подожди. У меня вопрос по отдельной ситуации. Вот человек, допустим, загнал вексель, ему приостановили производство и сказали, ваш вексель не котируется, забирайте. Так. Ну, то есть... Надо быть достойчивым. Пускай дадут экспертное мнение. На основании чего они решили. Вот я сейчас буду добиваться, да, то есть они мне говорят о том, что ценные бумаги, которые я выписал, типа неценные бумаги, я говорю, дайте мне экспертизу, которую на основании чего вы это решили сделать. Есть три принципа. Есть обстоятельства, есть доказательства и есть документы. Вот три основных принципа. Ну, это вот, когда вы общаетесь с судами, ты отлично это знаешь, и когда вы общаетесь с судебными приставами, потому что они судебные приставы. То есть есть обстоятельства. Я говорю о том, что это ценные бумаги, или вот тот человек говорит, что это ценные бумаги, да, они говорят не ценные бумаги. Хорошо. Доказательство мое, что это ценные бумаги, я могу приложить экспертизу от того, кто меня, допустим, научил вексельному обращению, ну или, скажем так, дал направление. То есть экспертиза вполне авторитетного человека, да, то есть он легко скажет, да, это вексель. У меня будет экспертное мнение. То есть такого эксперта, в принципе, найти можно, назовем так некого, независимого эксперта. Они должны в противовес его сделать свою экспертизу. Причем, если исходить уж чисто по законодательству, экспертизу векселя можно делать только лицо, у которого есть на то специальная лицензия. То есть это либо, насколько я помню, что-то приравненное к индивидуальному предпринимателю, то есть эксперт, либо это там какая-то организация с определенной лицензией. То есть когда кто-то заявляет о том, что ваш вексель не котирует, на основании чего? Где документ, на основании которого? Вы это заявляете. Где? Ему дали такой документ? Вот это я не знаю. Не знаю. Нужно с этого всегда начинать. То есть вот я всегда всем говорю, всегда если вам дают какой-то ответ со ссылкой типа на законодательство, хорошо, дайте, пожалуйста, определенные статьи, выдержки, ссылки на эти статьи законодательства, пускай даже их законы, которые, в общем, там под большим вопросом, что он принят, не принят, суть не в этом. Дайте статьи, которые говорят, что, да, это неприменимо, да, это неценная бумага. Дайте, они же не могут этого дать. То есть, по большому счету, какое-то некомпетентное лицо, не имеющее квалификации в вексельном обращении вообще никакого, оно даже не знает, что это такое, оно заявляет, что это неценная бумага. На основании чего? Я, допустим, сейчас обращаюсь в полицию, да, всегда начиная с того, что вот у меня векселя похищены, ну, я понимаю, что я делаю, потому что я читаю лекции по вексельным обращениям, я прямо так и пишу в полицию. Хотите, обращайтесь ко мне как к эксперту, я могу сказать. Если кто-то говорит, что это не векселя, пускай приведет своего эксперта. Я могу привести своего эксперта, я прямо так и говорю. То есть, вот всегда нужно идти таким путем. Ответил? Да. Еще вопросы есть? Ну, вот смотри, ситуация, опять же, вот я сейчас про полицию, опять же, о практическом опыте, да. У меня есть, назовем там, или правильно сказать, были, некие там пластиковые карты от неких там кредитных организаций. Соответственно, вот у нас был такой период, да, я всем это предлагал, кто к нам обращался, то есть, были векселя от кооператива, и векселя мы передавали в кредитные организации. То есть, я-то действовал опять по той же схеме, как вот, о которой я озвучил, озвучивал, то есть, я приходил там в отделение Сбербанка, в данном случае, о нем сейчас разговор, да, и с актом приема передачи я передаю векселя. Они их приняли, мне от приема передачи подписали, сопроводительное письмо взяли, я жду 30 дней, от них приходит какая-то отписка от непонятного лица с непонятными полномочиями, а в сопроводительном письме написано, что непонятная отписка от непонятного кого, если вот так вот коротко, да, это не ответ. Соответственно, ответа я не получил. Векселя должны были быть приняты к зачету, как минимум, да, только нужно подтвердить, что я вам что-то должен. Значит, должны были приняты, значит, Паузбербанк через своих сотрудников, причем мы специально, когда вот в последний раз ходили в Паузбербанк, задали, у кого из работников вообще есть лицензия на взаимодействие, там, на заключение договоров, на получение вот ценных бумаг, и нам заместитель руководителя достаточно четко сказала, что да, вот у меня лицензия есть, и она поставила подпись, она поставила печать этого отделения, то есть, в принципе, по законодательству, по гражданскому кодексу все туда вмещается. То есть, и, соответственно, я жду 30 дней, ответа нету, и, грубо говоря, там, на следующий день, через день я иду и говорю о том, что мои векселя похищены, мне нанесен ущерб. Причем, вот я сегодня встречался с полицией, вот новый нюанс для себя открыл, да, он говорит, у вас доход есть, я говорю, а это имеет какое отношение, говорит, ну как это, если вам нанесен ущерб в 3 миллиона, мне нужно оценить ущерб, который вам нанесен. то есть, если у вас доход 100 миллионов и 3 миллиона для вас это что там, 3 процента, а если у вас дохода нет и вам нанесен ущерб в 3 миллиона, соответственно, для вас ущерб уже значительный, понятно? Так подожди, ущерб-то не так оценивается, там есть поднятие, что такое значительный и незначительный ущерб, прописано в законодательстве, по сумме. Вот в законодательстве прописано так, а полицейский мне сегодня объяснил так. Может быть, он хотел что-то другое сделать таким способом, да? Не знаю. Ну, я говорю, если вы сейчас про это говорите, давайте вписывайте это в то разъяснение, которое вы от меня получаете. То есть, в любом случае, я это озвучиваю как некий практически опять же опыт, кто-то с этим столкнется, если вам будут предлагать что-то вписать к вашему объяснению, и к вашему разъяснению, скажите, это вписано с такой-то целью, пускай он тогда, хорошо, если он говорит так, пускай, значит, с этой целью будет вписано. Ну, насколько мне известно, когда вот даже я подавал иск в суд через персону, что нанесенный имущественный ущерб, когда мне включали электричество. И, насколько я помню, мне в определении одна из черных матей написала, что так как ущерб ничем не подтвержден, и в скобках там, по-моему, было указано, что отсутствует справка о доходах, справка 2 НДФЛ, какие-то социальные выплаты, короче, не приведена справка о доходах, то есть нечего отталкиваться. Да, номинальную стоимость стоимость векселя. Причем, один из вопросов, который мне выдал, задал, говорит, кто определяет стоимость векселя? Я говорю, векселедатель определяет номинал векселя. Векселедатель. Именно он определяет. это вот по принципу, опять же, вас подводят к гражданско-правовым отношениям, когда вы обращаетесь в правоохранительные органы, потому что их цель свести вас в суды, где вы точно у кредитных организаций по этим темам ничего не выиграете. Я говорю, нет, смотрите, векселя были переданы, были, документы есть подтверждающие, есть. Где эти векселя, неизвестно. То есть, если бы они были потеряны, тогда в течение 30 дней тот векселедержатель, а это был Павел Сбербанк, он должен был уведомить всех лиц, указанных в этом векселе. В моем случае, кроме меня, это был еще овалист. Кооператив и, соответственно, нас не уведомили, ни кооператив, ни меня. Раз не уведомили, значит, вексель потерян. Ой, не потерян, а похищен. Причем неустановленными лицами. Меня спрашивают, а зачем вы передали им вексель сначала два, а потом еще один? Я говорю, ну как это? Неустановленные лица заявляют о какой-то неизвестной мне задолженности, не существующей. Я же должен, они же говорят, что они из Павла Сбербанка, я же должен отследить цепочку этих вымогателей, которые нужно же очистить имя Павла Сбербанка. Пускай Павел Сбербанк проведет свое расследование. И я прям службу безопасности написал, такой, вот вам переданы векселя, они похищены. Проводите расследование, куда они у вас там делись? Правда, они не отпеть. То есть, вот вполне тоже практическая ситуация. Что к этому могу добавить, что вот многие, с кем мы тогда вот эту схему по кредитным организациям предлагали, когда они отдавали векселя именно в кредитную организацию, они не дорабатывали. То есть, они закинули векселя, и забыли, решили, что все шито, крыто. Делание вот здесь не так. То есть, либо нужно добиваться, в том числе и в суде, говорить, что вот имущество кредитной организации получено, когда дело дошло до суда, если они подали иск, либо, то есть, вот как я пошел каким путем, да, через правоохранительные органы зафиксировать факт, то есть, у меня зафиксированы факты о том, что векселя получены, хрен знает где, и, соответственно, еще и в полицию пришло письмо тоже от какого-то неустановленного лица, который заявляет, что у меня векселя не соблюдена форма. О чем, вот допустим, я сегодня заявил, форма не просто не соблюдена, она идеально выполнена, и передача идеально все сделана, а тот, кто ответил, он еще и вводит в заблуждение правоохранительного органа. То есть, вот, это такая долгоиграющая схема с фикселями, если их отправлять в кредитную организацию, но, с моей точки зрения, она стоит того. а если не потеряли, если арестовали, вот этот путь был? Ну, арестовывают, это судебные приставы, а не кредитные организации. Таких путей много, их очень много, то есть, особенно, если суммы небольшие, там, до 500 тысяч, до миллиона, векселя, в принципе, арестовываются, и исполнительное производство закрывается. Чаще всего взыскатели от этих векселей, отказываются, куда их девают судебные приставы, не знаю. То есть, эта схема вполне рабочая с векселями и судебными приставами, именно судебными приставами. Но векселя можно засылать кому угодно, на любой стадии. То есть, опять же, собственный опыт рассказываю, тоже вот решил на себе протестировать, значит, открытое исполнительное производство от Паузбербанка, специально дождался, когда оно, ну, то есть, был судебный приказ, специально дождался, когда судебный, этот судебный приказ дойдет до исполнительного, то есть, до этого судебного пристава исполнителя, он открыл исполнительное производство, и я взял, отнес вексель в Паузбербанк, не приставу, а в Паузбербанк, и указал, это вот, значит, есть судебный приказ, примите, то есть, среди вас там где-то трудится вымогательная, прямо в этой форме написал, вот вам вексель для фиксации вымогательства, а пристава уведомил, что в соответствии с вашим законодательством об исполнительном производстве, должник может сам рассчитаться с взыскателем, но обязан об этом уведомить, обязан об этом уведомить судебного пристава, чтобы тот прекратил действия, и после того, как я их уведомил, это вот где-то около месяца мне ушло, я, значит, каждую неделю пишу о том, что вот я вам копии документов из Паузбербанка прислал, также передал им в центральный офис, копии, то, что вот Паузбербанк принял, я говорю, все, закрывайте, прошло где-то месяц, исполнительное производство это просто исчезло, я его не вижу ни на госуслугах, я специально ими пользуюсь, чтобы отслеживать вот это все именно с практической точки зрения, ни на сайте ФССП, его просто нет, то есть, нету постановления закрыто, постановления о том, что оно было открыто, у меня, правда, тоже не было, но на госуслугах там отражалось, что оно, типа, там было когда-то, то есть, есть информация, что оно когда-то было, а куда оно исчезло, не знаю, то есть, по какой причине я не знаю, подожди, подожди, а ты к судебным приставам не ходил, не ознакомился с материалами исполнительного производства, то есть, там, по идее, в материалах дела должно быть вот это постановление, то есть, ты через материалы дела узнаешь, куда оно исчезло и почему оно исчезло. Ну, это следующий шаг, я сейчас до этого дойду. Я специально не хожу, потому что у нас бардак в районах Роспор. Толком знакомиться с материалом дела не дают, там, ну, очень, скажем, нехорошие условия там на лестницах каких-то и так далее, хотя, опять же, кому как везет, наверное, всякое бывает, бывает в том числе исключение. Я сейчас от судебных приставов вообще добиваюсь, прямо пишу, что в рамках расследования преступления будьте любезны, предоставьте мне копии всех документов, которые вы получили от взыскателя. И вот последний месяц, то есть, каждую неделю я пишу и говорю, где копии, которые я запросил. Пока-то они их не предоставляют, но я вижу, что их уже напрягает. Тем более, что я пишу не только по УФССП, я пишу в Центральный аппарат УФССП, я пишу Минюст, я пишу в Администрацию Президента, я пишу в Генеральную прокуратуру, даже в прокуратуру области пишу туда, она сама спускается из Генеральной, и, соответственно, я пишу в Следственный комитет о том, что сотрудники и руководство УФССП по Нижегородской области создают препятствия для расследования преступлений. То есть, я иду таким путем, я тестирую, то есть, как реагирует система вот на такие шаги. То есть, можно ли было отдать вексель самому взыскателю? Можно. Закрылось ли по этой причине исполнительное производство? Ну, пока на данный момент подтверждения не имею, возможно, как раз зайду и действительно ознакомлюсь с этим делом. будут данные обязательно тебе сообщу. Подскажи, а ты вот эти векселя и всю переписку там с надзорными органами ведешь как? Как живой мужчина или по законодательству РФ как персона? Смотри, ситуация какая, я каким путем пошел. Можно открыть свое лицо. Мы в Нижнем Новгороде, то есть, вот, скажем так, наша команда используем лицо, которое называется субъект непосредственной власти народа, имя, отчество, фамилия, да, и я когда захожу, допустим, на сайт, потому что я пользуюсь именно не почтой, я пользуюсь именно интернетом, я захожу, то есть, юридическое лицо объединения общественной организации, представитель Дмитрий Сергеевич Мещеряков, то есть, человек, вот, переписка идет отсюда. Для торгового права человек вполне такая адекватная роль, то есть, я отлично понимаю, что это лицо, и часто пишу так, что через субъекты, через им учрежденного субъекта непосредственной власти действует мужчина с именем таким-то или хозяин имени такого. Ну, ты это прописываешь, вот это, взаимосвязь, что за человеком стоит живой мужчина? Да, конечно. Каким образом, в шапке или когда расписываешься? Не, внизу, 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 еще раз, пишу, через им учрежденный субъект непосредственной власти Дмитрий Сергеевич Мещеряков, мужчина, хозяин имени Дмитрий, из рода такого-то. А вот то, что векселя вообще выписываются, вот кто, есть мнение, что это типа вы сами на себя новые долги навешиваете, ну, на персону, скажем так. А не случится так, что рано или поздно кто-то придет и, я не знаю, там, обанкротит или взыщет полностью вот эту персону? Ну, тот, кто это боится, да, пожалуйста, берите, создавайте свои потребительские общества, они могут и не работать и выписывайте векселя от потребительского общества. То есть, либо берите векселя чужие. Я этого не боюсь по той простой причине, что, ну, если кто-то решит прийти, пускай приходит, во-первых. Во-вторых, я знаю, что можно делать, во-вторых, я пишу уже, у меня же зафиксированы факты, что все векселя, практически все векселя, которые я передал в кредитной организации, которые я передал приставам, это элементы мошенческих действий. Это раз. Во-вторых, они похищены, а раз они похищены, ну, или как минимум потеряны, тот, кто их найдет, значит, будем разговаривать, откуда он их взял. То есть, эту тему пока вот скажем так, она не актуальна для меня. По поводу банкротства персоны, должника, от которого выписывается вексель, он и так банкрот, если уж на то пошло. Насколько вот есть информация в том же самом интернете, да, то есть, почему должник является должником. То есть, вот наше мнение в судах, когда пишут там судебный приказ или какое-то решение и говорят, что вот должник, даже определение еще перед решением суда, что есть взыскатель, а есть должник, то это просто уже обозначение статуса того, с кого пытаются что-то взыскать. То есть, он не должник не потому, или это решение какое-то, а потому, что он по статусу должник. Ну, это наше мнение. А когда был определен этот статус? Ну, когда, видимо, когда получалось, когда подписывались некие документы, опять же, по нашему мнению, это, скорее всего, форма 1П. Ага, ясно. Хотя, может быть, может быть, и рамки. То есть, вот мнение такое. Хотя, может быть, что? Тут, все указывает так или иначе на эту форму 1П. Хотя, то, что на виду, бывает часто сделано для того, чтобы скрыть то, чего не видно. Это тоже нужно иметь в виду. Я тут вопрос записал, что-то не помню уже. У меня написано «Риск последний векселя держатель». То есть, все риски и долги по векселю держит тот, кто последний держал вексель. Поэтому, да, нужно оформлять вот эти акты приема-передачи. Обязательно фиксировать, что на это. Ну, вот они, допустим, вот тебе отправили на почту, ты не получил, но вернулась обратно к ним, они его тоже не получили. То есть, либо он на почте остался, либо они его забрали и потеряли. короче, получается, риск по всем долгам они несут, да, кто первый, последний держал вексель. Правильно? Нет, нет, ты немножко тут запутал. Давай, во-первых, разделим исполнительное производство и вексель. В той ситуации, про которую ты говоришь. То есть, есть исполнительное производство, изыскатель, есть должник, а есть вексель, есть векследатель. В том варианте, это был потребительский кооператив, да, был первый вексельный держатель, то есть, физическое лицо, которое направило судебному приставу, или, точнее сказать, РОСП, или УФССП, я сейчас не помню уже, это не так важно, то есть, юридическому лицу было направлено. И, соответственно, был, соответственно, вексельный держатель уже там в лице, допустим, какого-то судебного пристава. Ну, условно скажем, кто уж там был на самом деле вексельный держатель со стороны приставов, это не так важно. То есть, когда они вот этой посылкой вексель пытались вернуть назад, а потом он пришел назад, они его получили в судебной приставе, то есть, они получают корреспонденцию достаточно строго. По поводу рисков последнего векселя держателя, тут у тебя это вот путаница из интернета. Вот еще раз, по простому векселю, по простому векселю, вот не нужно тут вот вводить в заблуждение, почему я говорю, что вексельный бесси, вот оно создает некую путаницу в головах. Вот, есть простой вексель, есть вексельный датель, тот, кто дал вексель, и есть вексельный держатель, или ряд вексельный держателей, да, вот платит по этому векселю в первую очередь датель, тот, кто этот вексель выписан. Вексельный держатель, это, скажем, тот, кто выгодоприобретатель по этому векселю. Если же предыдущие вексели держатели не написали оговорок, ну, по каким-то причинам, не забыли, не захотели, то они тоже становятся возможными платильщиками по этому векселю. То есть, ну, начинается всегда все с векселя до теля. Здесь ответил? Да, а теперь практический пример, вот, паспорт РФ является вексельным? Подожди, по поводу паспорта РФ, чуть позже отвечу. По поводу переводного векселя, переводного векселя, там возникают трехсторонние некие отношения, то есть, есть вексельдатель, тот, кто выписал вексель, есть акцептант, то есть, переводной вексель, это как раз который тратта, есть акцептант, который обязался оплатить вексель, и есть векселедержатель. Опять же, там может быть цепочка индосаментов у векселедержателей, то, что касается векселедержателей, там, принцип такой же, как и с простым векселем, возникает вот тут схема с акцептантом, то есть, если акцептант честный, да, и говорит, да, я плачу долги векселедателя, то, соответственно, векселедержатель обращается к нему за выплатой долга. Но если по каким-то причинам акцептант не оплачивает этот долг, выписанный векселедателем, то тогда выплачивает векселедатель. То есть, опять мы возвращаемся к тому, кто выписал вексель. Да, там существуют некие процедуры о том, что протесты векселя и так далее. Это особенно применимо именно с переводным векселем. Ну, это уже отдельная тема и она немножко, ну, незачем на ней заморачиваться, да, если вот мы по-простому это все дело рассматриваем. То есть, и опять же, тут риски есть как раз у векселедателя, потому что он рискует, что по каким-то причинам акцептант откажется выплачивать вексель, когда с этим векселем к нему придут. Но в этом случае он все равно может выставить долг акцептанту, если тот его не оплатил. То есть, этот вексель. Это один нюанс. Ну, и, соответственно, вот эта цепочка, опять же, индосаментов, то есть, тех прежних векселедержателей, если по каким-то причинам они не написали оговорки, соответственно, они тоже могут быть полотельщиками по векселю. Здесь понятно? Примерно ясно, но нужен практически пример из жизни. Вот протокол, допустим, замазку является векселем? С моей точки зрения, нет. Потому что там нет слова вексель. Потому что этот документ не соответствует именно форме векселя. Но есть один нюанс. Этот документ может служить для основания создания неких ценных бумаг. или может быть другой ценной бумагой. Вот буквально мы вчера беседовали с мужчинами и женщинами и я им говорю, что вот смотрите, есть ценные бумаги. Что вы решили, на каком основании вы решили, что это именно вексель. Кроме векселей есть и другие ценные бумаги. Это могут быть складские свидетельства, это могут быть морские накладные, это могут быть какие-то облигации и прочее, и прочее, и прочее. Все называть векселями это скажем так не то, что не совсем грамотно, это вообще безграмотно. Потому что вексель это вексель. Допустим складское свидетельство это складское свидетельство. Морская накладная это морская накладная. И все это ценные бумаги. То есть у каждой у нее есть свой определенный свой определенный принцип, по которому он определяется, что это ценные бумаги. То есть если это складское свидетельство, оно, кстати, тоже может быть простым и двойным, то есть два вида, если это складское свидетельство, то там должно быть обязательно написано стоимость хранения товара. Без этого складское свидетельство перестает быть ценной бумагой и становится просто складской распиской. То есть она ценность свою теряет, если она неправильно оформлена. Это я постепенно подвожу к твоему вопросу по поводу паспорта. То есть, если мы считаем, что какие-то документы, которые у нас на руках, являются ценными бумагами, ну давайте взглянем на эти документы шире, чем просто векселя. Давайте посмотрим, на что они похожи действительно. Похожи ли они на вексель? Или похожи, может быть, на что-то другое? И тогда многие вещи встанут на место. Такое, скажем, вступление. По вступлению есть вопросы? Ну давай, всю речь прослушиваю, потом вопросы задам. Хорошо, давай так. Я вот запустил тему где-то наверное месяцев 9 назад, может быть, чуть больше, может быть, меньше, про векселя бездокументарные. И какое-то время ее подхватили, она так, вроде, демуссировалась, смуссировалась, потом сошла на нет, и периодически она так всплывает хиленько. Так вот, что такое векселя бездокументарные? Здесь есть слово вексель. Но самое главное, что они бездокументарные, они не на бумаге. И вот, допустим, к векселям бездокументарным нету строгого требования, чтобы там было слово. Но они бездокументарные. Это учетная запись. Причем цифровая учетная запись у оператора, который ведет учет именно там задолженности векселедателя. Причем термины те же самые, что и вексельном обращении. То есть есть векселедатель, есть векселедержатель, есть даже слово вексель, только он бездокументарный. Но регулируется это не вексельным обращением, а гражданским кодексом. Ну или, если возьмем еще более широкое понятие, то, соответственно, торговым кодексом, да, ОСС. Мы говорим об этих векселях, что это векселя бездокументарные, то любой документ, протокол, решение суда, который может являться основанием для выбора, выпуска, или, правильно сказать, для учета векселей бездокументарных, то вот это более правильно сказать, что протокол является основанием для учета векселей бездокументарных. Вот это более правдиво. То же самое там касается, допустим, судебного приказа. Но это может быть касаться даже вот любого ответа, допустим, из генеральной прокуратуры или из прокуратуры, там еще области, на которых стоят номера. У них же вот номера, буквы, цифры, Росреестр, у них ответы, допустим, тоже цифровые эти бланки, да. То есть эти бланки, для чего они цифровые? Ведется учет бланков. Раз ведется учет бланков, значит, это так или иначе, как-то привязано, скорее всего, к финансам. Это же не просто ради учета. Потому что ради учета достаточно исходящих, входящих номеров. А раз сами бумаги пренумерованы, ну, сами ответы, я имею в виду, то это говорит о чем-то другом. Именно, скорее всего, о финансовой составляющей за эти ответы. Это идет учет оказания услуги, а каждая услуга должна быть оплачена. Ну да, и опять упираемся, скорее всего, векселя бездокументарные. То есть идет учет обязательств кого-то перед этой организацией. Учет, он может вестись в электронном виде, не обязательно на бумажном. То есть это могут быть векселя бездокументарные. Легко. Но это не вексельные права. Еще раз. Это торговое право. Это Гражданский кодекс в Российской Федерации. И там прям четко есть статьи, которые об этом говорят. Причем векселя бездокументарные были введены сейчас не помню, как там правильно называется, указания, инструкции Банка России. То есть это вполне была рабочая схема. Причем за рубежом векселя бездокументарные используются достаточно широко. Так. Ответил? Ну да. А теперь у меня вопрос. Что такое паспорт и рыв? Ну, с нашей точки зрения, паспорт РФ это в первую очередь это транспортная карта. Это вот та часть, которая ламинирована. Если помнишь, я тебе видео присылал своего разобранного паспорта. Помнишь, нет? Проездной билет? Ну, в первую очередь это транспортная карта. Это не обязательно проездной билет. Это то есть от слова транспорт. То есть это какие-то перемещения по порту. Они не обязательно должны быть на транспорте. Это просто перемещение груза, скорее всего, может быть, того, кто этот груз перевозит. То есть вот это вот та ламинированная часть. Является ли сам паспорт ценной бумагой? С нашей точки зрения он скорее указывает на ценную бумагу, особенно те паспорта, где вот из последних там вариантов, да, где под, вот как раз где транспортная карта, где внизу там на английском языке стоит этот две первых буквы, указывающие типа простой вексель. Паспорт, он может указывать на как раз на ценную бумагу, может быть, и на тот же самый простой вексель, выписанный векселедателем. Вопрос в том, что кто был векселедателем. Потому что если, допустим, взять паспорт, который у меня есть, я вот не помню, чтобы я выписывал вексель. То есть, ну нет вот у меня. То есть вместо меня кто-то выписал вексель и сказал, что вот я вместо тебя выписал вексель, а теперь ты по нему должен. Ну, тогда я должен был как минимум акцептовать этот вексель, да, либо эти векселя все-таки бездокументарные, опять же, да легко. И такое может быть. Если предположить, что это форма 1П, то тогда все совпадает. Совпадает, только с чего ты решил, что форма 1П это вексель? Бездокументарный вексель, как ты говоришь. тогда основание для этого, для бездокументарного векселя. Более. А потом, помнишь, я сказал, что форма 1П может быть совершенно другой ценной бумагой. Надо просто посмотреть, каким другим ценам бумага форма 1П соответствует. Это же тоже может быть. Может. то, что форма 1П накладывает определенные обязательства на подписанта, ну, с нашей точки зрения, это 99%. А как аннулировать эти обязательства? Хороший вопрос. Видимо, нужно разбираться в том, как эти обязательства появляются. То есть, если они появляются с помощью подписи или некого порядка подписей, да, о чем вот в одном из твоих видео говорилось, да, что то, что все ценные бумаги или основания для выпуска бездокументарных ценных бумаг однозначно имеют достаточно четкую структуру. С этим никто не спорит, и это очевидно. То есть, если форма 1П имеет достаточно четкую структуру, и мы видим ряд подписей, которые ставит тот, кто получает паспорт, тот, кто выдает паспорт, соответственно, вот нужно понимать, где здесь структура, что в этой структуре нужно поменять для того, чтобы эти обязательства не появились у того, кто, скажем так, в заполнении этой формы участвует. Ясно. Замасовато, может быть, ответил, но по факту это так. Это касается, в общем-то, любого документа, который мы подписываем. Если мы обратились в прокуратуру, а мы знаем, что они оказывают услугу, или мы обратились в полицию, и мы знаем, что они оказывают услугу, причем эта услуга может быть, скорее всего, оплачена из государственного бюджета, не из федерального, а из государственного, то, соответственно, они еще хотят получить, допустим, бонусом, еще оплату, скажем, от меня, это как там, ЖКХ, да, то ничто не мешает как раз на этом протоколе взять и написать какие-то оговорки, это не запрещено гражданским кодексом, тем более, что гражданский кодекс лается на вексельное обращение, что оговорки, да, использовать надо. Единственное, для себя четко нужно определиться, на каком языке, и что, и что? Я говорю, как хитро все задумано. Ну, на самом деле не хитро, может быть, именно для, сделано это с той целью, что, ну, чтобы дебилы не пользовались беспредельными, ну, без предельными финансовыми средствами, чтобы был некий порядок. То есть, я имею в виду, здесь именно медицинский термин, потому что, чтобы реально там с больной головой живут они там на какую-то определенную финансовую помощь там от государства или еще от кого-то зарплаты. Им этого хватает. Я не говорю, что это хорошо или плохо, да, я лишь говорю о том, что система вынуждена, я не занимаю позиции, причем системы, да, я лишь мы размышляем о том, что она же вынуждена каким-то образом соблюдать там порядок и так далее. И, ну, вот, опять же, фильтры поставлены со стороны системы, они, скорее всего, были поставлены не с точки зрения, чтобы это мешало, да, может быть, даже с точки зрения, чтобы это, как ты сам же и говорил, чему-то научило. это же может быть. Подскажи, такая штука, как наполнение уставного фонда векселями, слышал о таком? Да, да, конечно. Это реально работает? Работает, за счет чего там фонды, допустим, кооперативов пополняется. То есть, если кооператив выдает вексель там на 10 миллионов, и вдруг вместе с тем, что он выдает 10 миллионов, его внутренний какой-то фонд тоже увеличивается на эти 10 миллионов. Чаще всего это делается как раз за счет векселей пайщиков, руководителей и так далее. А ты вот говорил, что... Тут ничего сложного нет. Ты говорил, что векселя в основном выписывают через кооперативы либо потребительское общество. Схему через нотариуса. Не слышал о таком? Что по поводу нотариусов? Схема выписки векселя через нотариуса. Смысл выписывать вексель через нотариуса? То есть, он заверяет вексель, что ли? Чего? Ну да, а все заверенное нотариусом является неоспоримым доказательством. Не требует доказательства. Для чего? Ну, то есть, другими словами, вексель, который заверовал нотариус, соответствует своему номиналу, что ли? Ну да. Это сделано, типа, для того, чтобы оценщик оценил его, если вексель выписан на миллион, в миллион. Так, что ли? Ну, примерно так. Ну, по логике, я считаю. Ну, нотариус, скажем так, в данном случае, видимо, выполняет роль судьи, который, ведь, может быть, судебное решение, и то, что нотариусы роли судьи-то играют, это давно известный факт, в частности, те самые исполнительные надписи, да, на несуществующих договорах, займа, кредитных, точнее сказать, кредитных договорах. Ну, могут они, видимо, ставить специальные отметки на векселях, и после этого действительно вексель, может быть, действительно имеет номинарную стоимость, и тогда не подлежит оценке. Ну, вполне, если это рабочая схема, но мы ей не пользуемся. Просто... Ну, в крайнем случае, не пользуемся. Просто зачем идут к нотариусу и заверяют какие-то копии? Все, что заверено нотариусом, в суде при предъявлении не требует доказательств. То есть, нотариально заверенная копия не требует доказывания, что эта копия реально является копией оригинала. Ну, так я тебе сказал, что это фактически решение суда. Только неоспоримое. Я же про это и проговорил. Так. Ну, вроде все вопросы позадавал. Интересует практика. То есть, ты рассказал, что у тебя там все в стадии процесса, а есть ли успешный опыт? То есть, ликвидировано, исчезло, закрыли долги, там, кредиты, ЖКХ и все остальное. Ну, я же говорю, вот те векселя, которые были выписаны от кооперативов, да, и которые передавались судебными пристами, эта практика давно известна, и многие кооперативы за счет этого зарабатывают и достаточно хорошо живут, с учетом того, что сейчас количество долгов растет. исполнительное производство закрывается достаточно легко векселями. Я говорю, единственное, что для этого нужно быть настойчивым и, ну, как вот говорят наши кооператоры, да, с кем мы общаемся, с кем мы взаимодействуем, о том, что, ну, приставов нужно учить, как это может быть непарадоксально звучит, ну, то есть, если с ними наладить контакт, опять же, как это непарадоксально звучит, для того, чтобы они сто процентов принимали векселя, пускай с уценкой, с оценкой, уценкой, с комиссией, с некой, ну, все это работает сто процентов. Могу вот, ну, что тебе там нужно, что было исполнительное производство, вот арест векселя, и вот закрытое исполнительное производство, такие документы, что ли? Ну, я, конечно, тебе верю на слово, но желательно увидеть документ, я не знаю, там, постановление об аресте векселя, и постановление о прекращении производства, в связи с тем, что долг был погашен векселем на такую-то сумму. Ну, хорошо, я найду, единственное, что не сегодня постараюсь найти, не так давно, вот, женщине одной помогал, как раз там, тянули они, попрошу ее, там у нее весь пакет документов достаточно свежий, по-моему, должен быть, ну, в крайнем случае, может быть, предыдущий пакет она найдет такой же, то есть у нее это все, это есть 100%, просто вот, прямо близко все. Тема векселей, она, скажем так, параллельна с темой дебюторской задолженности, то есть дебюторская задолженность также закрывают все эти исполнительные производства и с векселями, и с дебюторской задолженности есть один нюанс, то есть вексель нужно передать судебному приставу в первые пять дней после возбуждения исполнительного производства, если есть у вас официальные зарплаты, либо каким-то образом эту зарплату сделать неофициальной, или же еще каким-то образом, что там кому-то выплачиваются алименты или еще что-то, то есть чтобы не было взыскания, которое есть. Потому что если пристав наложил взыскание уже на зарплату или пенсию, хотя это тоже незаконно, то он будет до последнего тянуть, чтобы не принять то есть это тоже нужно иметь в виду и поэтому я говорю, что в любом случае нужно быть максимально настойчивым. То есть если это о том, что они обязаны оценить вексель в течение 30 дней, то значит им об этом нужно напоминать. То есть не ждать у моря погоды, их прям долбить письмами, долбить жалобами сначала судебного пристава, потом его руководителя, потом руководителю, руководителя и по всей цепочке проходить достаточно быстро и только так действовать. То есть с одной стороны они вроде ничего не боятся, никаких жалоб, а с другой стороны их видимо все-таки там лишают или премии или еще чего-то. То есть меняет же их я проприставил исполнителей. То есть как только ты на них напишешь какую-то жалобу, вместо него смотришь, исполнительное производство уже ведет торгой. Это же не случайно. Существует определенная процедура по этому пользу. Вот это дополнение его нужно четко понимать, что занимать пассивную позицию можно отослать векселя и будет он у них там лежать. Пожалуйста, он у них полгода пролежит или еще что-то. Вот опять же из последней практики значит был там типа долг по ЖКХ закинули в пристав вексель. Взыскатель естественно сказал нам этот вексель нафиг не нужен. Исполнительное производство закрыли, вексель остался у приставов, появилось другое исполнительное производство. Тот же самый должник тут говорит так у вас мой вексель его же не забрали, отдайте им. И это исполнительное производство так же закрылось. То есть и вексель опять остался у главных судебных приставов. Универсальный вексель. Ну да. То есть я говорю я рассказываю как это как анекдоты, но это так и есть. Я говорю вот мой собственный опыт и анекдот тоже. Сейчас ситуация развивается, посмотрим к чему все это приведет. Подскажи вот Игорь кооперативу выписывает вексели. ну кооперативам же что-то надо же платить правильно за их услуги? Да. Как правило кооперативам берут от 10 до 25 и 30 процентов. Ну как правило около 20 процентов от стоимости векселя. А в каком виде они берут? В виде бибариков? Насколько я знаю, да. Ну а что мешает такой же вексель выписать им на 20 процентов? По оперативам. А? Возьмет он твой вексель. Договори с ним на 20 процентов вместо вообще ты можешь если уж на то пошло если они тебе выписывают вексель на миллион ты можешь им тоже вексель на миллион выслать и каждый останется при своем. Ничего не мешает на территории Российской Федерации вообще ничего не мешает пользоваться векселями везде на любую сумму скажем так. Ведь я говорил о том что на территории Российской Федерации ничто не мешает пользоваться векселями везде. Вот ничто не мешает их использовать Причем я говорю про векселя на бумажном носителе, потому что в федеральном законе о Банке России достаточно четко прописано, что билеты Банка России — это векселя. Там же написано «безусловное обязательство Банка России». Раз это безусловное обязательство Банка России, то это вексель. Ни один вексель не может быть, скажем так, никаким условием ограничен по отношению к другому векселю. То есть, если один какой-то вексель может ходить по территории Российской Федерации в качестве платежного средства, то, в принципе, и любой другой вексель может также ходить в качестве платежного средства. Вопрос в том, насколько это допустимо. Так, а ты мне скажи, а обязательно через кооператив это делать? Можно же самому, ты говорил, напрямую это все делать? Можно. А почему именно через кооператив? Через кооператив? Тут скорее вопрос не почему. Вексель-то может выписать ООО и индивидуальный предприниматель, вообще любой, да, там, и другое физическое лицо. Кооператив, он выписывается по той простой причине, что когда к нему придут за оплату векселя, почему этот бизнес существует, скажем, да, это же бизнес, чистая вода, ну, или коммерческая составляющая, назовем так ее, да. Потому что приходя за оплату в кооператив, у него взять-то нечего, если все имущество кооператива находится в неделимом фонде, допустим. Если у него нету деятельности коммерческой. То есть, если все происходит за счет обмена по яме, за счет обмена по яме, в том числе и векселя выдается за счет обмена по яме, то, соответственно, когда к нему приходят и говорят, вот, давайте оплатите вексель, Ну, знаете, ну, нету на данный момент. Идите, обращайтесь в суд. Или хотите, мы вам другой вексель выпишем. Ну, а если физлицо выпишет вексель, то, получается, к физлицу придут, да, и за долгами? Ну, я же сказал, отвечает по векселю вексель-ледатель и предыдущий вексель-держатель, если это простой вексель, который не поставили оговорок. Если же это переводной вексель, то это отвечает сначала акцептант, потом вексель-ледатель, а потом, соответственно, предыдущий вексель-держатель, который не поставили оговорок. Если это векселя бездокументарные, тут отвечает тот, кто имеет эти обязательства, то есть векселя дать. – Ясно. – Антон, ну в принципе все, мы тут про главвопросы, можно будет еще запустить, в том числе и рассмотреть эти… – Последний вопрос, я могу разместить для всех наш разговор? – Конечно, и размещая, и единственное, что опять же, весь практический наш опыт на нашем канале Верещагин, то есть с такой, что задержал обидно, с этой целью мы все это размещаем. То есть в том числе и документы под нашими видео, которые я использую, обычно в свободном доступе есть. – Добро, ссылку размещу. – Не, ничего вырезать не надо, могу еще раз проговорить, что я пользуюсь именем Дмитрия, отца моего зовут Сергей, и соответственно, из рода я Мещеряков. – Все, благодарствую. – И тебе благодарствую. – Давай, счастливо. – Давай, счастливо, счастливо. – Село. – Пока. – Пока. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...